пермская и к-10 по сообщениям правозащитников там произошел бунт причем мы ничего не знаем о нем кроме того что он произошел и кроме того что связи нету при этом в сил говорит что заключенные сломали два светильника два светильника или бунт или сломанные светильники в результате бунта а почему два баяна не порвали судя судя по описанию происходящего правозащитниками местными которые сказать местные правозащитники они не склонны к кричать волки на пустом месте там у людей хорошая репутация это во-первых во вторых судя по описанию того что происходит вокруг зоны внутри зоны режим молчания подтверждает очень сильно подтверждает версию бунта в третьих ну вообще-то то что описывает даже в син это во всяком случае по крайней мере попытка бунта разговор о том что никакого бунта не было вы все врете которая собственно из уст сильно раздается периодически но это просто лишнее подтверждение на сказать что в принципе бунты в колониях не редкость везде а во всех странах во всех странах это чп и во всех странах это повод для внутреннего разбирательства что делают заключенными заключенных стараются переводить в другие зоны чтобы они объединившись ради какого-то действия да были просто дальше просто разъехались по разным мастям и областям но объектами главными разборок да становятся сотрудники потому что любой бунт отправление недовольства а под недовольством есть какие-то причины вот например там я не знаю вы директор завода а у вас тачка на на заводе рабочие что ли виноваты или кто виноват или виноваты все таки кто вы владельцы дать смотреть там что не хотят условия труда хотят да то есть условия отсидки там повышение зарплаты социальный пакет давайте разговаривать да значит есть проблема то же самое в тюрьмах они собственно что хотели то видимо они хотели улучшение условий содержания судя по всему они же не хотели самолет и улететь в америку судя по тому что мы не знаем да что именно стало основанием и поводом для бунта ну судя по описаниям раз очаг случился в других условиях содержания в сусе а вообще-то колония очень большая одна из самых больших в россии то есть в это сказать в хорошие времена ну пожалуй да в хорошие времена пожалуй да любое время по сравнению с нынешним общем будет практически хорошим хорошие времена то была наполняемость 2000 человек это другие условия это это строгая зона вообще такая большая зона ты полторы тысячи человек 2000 очень большая зона понятно что сейчас только нет все ушли на фронт и так далее в сусе бунт я думаю по нескольким причинам только бабки не ходи конечно это условия содержания и видимо необоснованное помещение в сус и я еще думаю судя по картинкам которые мы периодически видим или не видим или есть описание судя по всему может быть обычная для овсина дело применение и обоснованное применение насилия при помещении в сус при назначении какой-то какого-то все соколов и то же и к-10 и к-10 церновской области там и к-10 пермского края когда в синовце просто в синовце и спецназ там девятером нападают на одного заключенного с целью сбрить ему бороду да и снять него трусы ну ну кому да они так делают сейчас все время преследовать мусульман преследовать бродачей потому что пришла команда значит делать это вот и делают кому же это понравится кому же это понравится конечно вы говорили о том что бунты в колониях это довольно часто довольно типичное происшествие а если какой-то какая-то нормальная периодичность если какая-то нормальная периодичность этих чп которые возникают мы видим довольно большую плотность то у нас ростовское сизо то у нас пермская колония мы видим большую плотность инцидентов так или иначе связанных с исправительными колониями системы всен как вы полагаете сигнализирует ли нам это о чем такой нездоровой системе или все прекрасно как швеция ну все прекрасно как швеция разумеется скажет любой всенчик тем не менее конечно не так и опять же все-таки главное в системе не наличие или отсутствие бунтов все-таки мы имеем дело с очень специфической категории социального такого средства очень в любом случае специфической а в реакции на нее все-таки никакие никакие люди просто так бунт устраивать не будут бунт ради бунта нет нет значит надо смотреть причин значит просто разговаривать с людьми обычно это недоработка психолога да вот в нормальных странах считается что пропустили какой-то психологический слом или допустили там концентрацию в одном там бараке одной банды черные ангелы против красных дьяволов схватились да но тут это бывает в нормальных системах где это идет разбор разбор полетов а здесь я вот могу поставить все что угодно условия содержания и собственно обращение в этом есть проблема в этом есть проблема конечно в любом бунте в любом бунте страдает извините мебель имущество страдает а что а как еще мебель и люди к большому сожалению их как-то жалко чуть побольше даже если представить что они страшные преступники